здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудел на 94 килограмма укрепила мое здоровье улучшила внешность а также обо всем что меня интересует ставьте лайки и нажимайте на колокольчик подписывайтесь чтобы жители нашего чудесного доброжелательного города стало 300 тысяч недавно дорогие друзья я прочитала комментарии моей зрительницы которые пишут что ее подруга постоянно стала есть большими порциями причем большие порции еды она ест не только как я на диете но и в обычной жизни даже во время срывов когда она ест какой-то фастфуд и я вспомнила дорогие друзья как часто в комментариях я слышу о том что мои порции гигантские что это неправильно что надо есть гораздо меньше маленькими порциями но чаще например и тут я поняла дорогие друзья что снимая мои видео я упустила очень важную тему с которой по идее я должна была начать мой канал с проблемы супер ожирение и как избавиться малой кровью от этого самого супер ожирение и сегодня дорогие друзья я восполни этот пробел я дорогие друзья считаю себя героем супер победителем который смог одолеть супер ожирение и отныне держит его под контролем с 2006 года мой вес даже близко не приближался к вот этой зловещей цифре 171 килограмм поэтому дорогие друзья я хочу поделиться советами с такими же людьми как я с людьми супер ожирением что же такое супер ожирение и как его определить существует очень простой способ если ваш вес превышает норму на сто процентов то есть другими словами проще говоря если вы весите в два раза больше чем нужно значит у вас супер ожирение это значит дорогие друзья что вы носите на своих плечах еще одного взрослого человека супер ожирение тоже можно классифицировать но это моя личная классификация потому что других классификаций я не нашла первая степень супер ожирение это когда на ваших плечах один такой же человек как вы вторая степень супер ожирение это когда на ваших плечах два человека таких же как вы и вы их носите каждый день третья степень супер ожирение это соответственно когда вы носите на своих плечах трех человек с прискорбием дорогие друзья я могу констатировать что лично я долгие десятилетия носила на своих плечах еще двух человек двух взрослых человек не снимая со своей шеи их не на одну минуту вот вы только представьте себе какого-нибудь сильного молодого мужчину атлета которому на плечи посадили двух таких же сильных молодых мужчин двух тоже атлетов и запретили ему снимать их с себя вот представьте только как утром он просыпается и пытается встать с дивана держа их на плечах потом он идет умываться потом он завтракать занимается детьми идет на работу едет в транспорте и все это время на его плечах находится два здоровых мужчина вы только представьте себе это невыносимо трудно и чему же тут удивляться что при супер ожирении очень сильно страдает здоровье жир скапливается вокруг сердца появляются проблемы с легкими одышка апноэ кислородное голодание проблема с вентиляции легких гипертония диабет второго типа сердечная недостаточность жировой гепатоз печени холецистит панкреатит варикоз проблемы с суставами и связками рефлюкс грыжи почечная недостаточность воспаление жировой клетчатки липомы обездвиженность депрессия недержание мочи невозможность себя обслуживать импотенция бесплодие кожа растягиваясь очень сильно страдает и наконец социальная изоляция человек с супер ожирением это инвалид и все это я прошла и все это я знаю по себе все это невыносимо трудно так как же быть при супер ожирении не действует обычные нормы которые действуют при ожирении например вы не рассчитаете правильно ваш общий обмен по формуле вы не рассчитаете необходимое вам потребление воды по этой же формуле потому что если вы свой вес подставить те у кого супер ожирение то получится что вам надо в день пить 10 литров воды а это смертельная доза у нас людей супер ожирением все по-другому вот вы представьте огромный могучий ледокол и небольшую шлюпку с веслами это совершенно естественно что правила управления такими судами совершенно разные мы худеем совсем не так как худеют люди которым надо сбросить 5-10 килограмм хочу сказать пару слов о бариатрических операциях как правило людям с огромным весом с супер ожирением в первую очередь рекомендует именно операции такого типа по удалению желудка действительно в отдельных очень тяжелых случаях когда больной лежачий и когда отсчет его жизни уже идет на дни то тогда эта операция это единственный способ попытаться сохранить ему жизнь но очень часто больные ожирением еще раз хочу напомнить вам дорогие друзья что ожирение официально признана хроническим заболеванием это не распущенность как считают несведущие люди это тяжелое хроническое заболевание так вот некоторые больные люди неправильно понимают что такое вот эти бариатрические операции им кажется что если у них нет силы воли чтобы походить то эта операция одним махом решит все их проблемы они смогут есть по чуть-чуть начнут худеть и чувство голода у них исчезнет и все будет чудесно и прекрасно и как бы им для этого и делать ничего не надо будет на самом деле это совершенно не так но самое главное что вот этот крошечный кусочек оставшегося желудка может очень сильно растягиваться и голод никуда не девается и смертность при проведении вот этих операций высока поэтому в избежание лишнего риска вот этих больных все равно заставляют похудеть перед операцией на 30 40 50 килограмм ну в зависимости от изначального веса но самое главное дорогие друзья что после удаления желудка больной обязан соблюдать строжайшие правила питания если он их нарушит он просто попадет в больницу он обязан есть крошечными порциями в каждый прием еды он обязан есть обезжиренный белок он обязан принимать пожизненно всевозможные поливитамины потому что он не способен получить их уже с едой слишком маленький объем еды и если человек решит в праздник нарушить это правило съесть кусочек торта то он попадет в больницу с осложнениями и если такие больные после резекции не могут справиться с чувством голода который никуда не исчезает кстати дорогие друзья то у них есть лазейка они могут есть понемногу да но они могут постепенно разрабатывать вот этот желудок и к тому же есть часто и я видела как такие больные ели буквально через 30 40 минут постоянно и они со временем набирали практически прежний вес то есть они остались инвалидами после удаления желудка но не получили того на что они рассчитывали отсутствие чувства голода легкость и стройность и как вы понимаете дорогие друзья в этих передачах были показаны только успешные случаи то есть здесь не показывались летальный исход во время операции ну вы понимаете шоу маст гон поэтому дорогие друзья я приняла решение худеть самостоятельно но разумеется изменив обычное правило по которым худеют люди с небольшим избытком массы тела раньше когда я не понимал этого я очень долгое время но никак не могла похудеть чего я только не делала садилась на жуткие жесткие диеты как нам всегда рекомендуют не жрать применяла обычные всем известные способы но мне это не помогало не помогало до той поры пока я не поняла что мы люди с супер ожирением должны худеть совершенно под другим правилам у нас свой путь прежде чем начать свой путь к здоровью нужно провести тщательный анализ своих привычек своего здоровья физического состояния определиться с тем какие лекарства вы пьете сдать общий анализ крови сдать кровь на гормоны потому что если вам нужны гормональные препараты значит нужно их тоже ввести нужно понять в каком уровне стресса вы живете какова у вас наследственность в идеале еще сделать узи внутренних органов и это дорогие друзья очень важно потому что наш главный девиз не навреди нужно тщательно во всем разобраться и все разложить по полочкам и так если есть проблемы с гормонами начать пить лекарства это мой случай у меня гипотериоз и я начала пить эутерокс если аллергия составить список запрещенных продуктов а потом следует составить список своих самых любимых блюд без которых вам жизнь не мила а теперь дорогие друзья давайте разберемся как нам питаться но вот этот период сброса веса основные тезисы первое избавьтесь от нереалистичных ожиданий при таком огромном весе резкое похудение вообще не прокатит то есть если вы сядете на низкую калорийность вы просто вообще сорвете все это снова идете в зажор и наберете еще больше то есть это не рассматривается поэтому самое главное нужно настроиться на долгий путь к здоровью на несколько лет и чем больше исходный вес тем дольше будет эта дорога нужно просто это принять я вам уже рассказывала что лично для меня вот этот пункт был самым сложным потому что я привыкла к болит с диетом даешь за месяц 20 даешь похудение к новому году к 8 марта но когда наконец я осознала что с моим весом это нереально абсолютно нереально и я с трудом но приняла что я буду худеть как минимум полтора года и когда я смогла это принять мне стало сразу легче я выдохнула и успокоилась для людей супер ожирением нет готовых диет вот знаете я не видел таких диет обычно все диеты они усредненные и рассчитаны на человека ну допустим со слишком массы тела там 10 20 30 килограмм но никак не 100 не 200 поэтому дорогие друзья я решила составить свою собственную диету вот именно поэтому второе нужно оставить в рационе ваши любимые блюда без которых вам жизнь вообще не мила потому что очень важно чтобы вот эти полтора два три года у вас было комфортное похудение то есть у вас было комфортное состояние в стрессе жить невозможно а уж худеть и подавно поэтому второй пункт это вот эти ваши оставленные блюда пересмотреть и переработать ваша цель максимально уменьшить их калорийность то есть где можно убрать жир заменить что-то на низкокалорийные составляющие сахар заменить на сахарозаменитель третье если вы очень любите какой-то калорийный десерт не нужно его убирать на совсем и навсегда оставьте его в микроскопическом количестве ешьте его иногда после еды и очень дозированно вот такой подход по моему многолетнему опыту гораздо лучше нежели полное исключение этого продукта из рациона и составление огромнейшего списка запрещенных продуктов четвертое поскольку у людей супер ожирением огромный растянутый желудок потому что мы ели огромное количество еды и растянули его за годы лихолетий и чувство сытости поступает в мозг только тогда когда наш желудок полностью набит едой а это довольно большое количество поэтому для нас у кого супер ожирение вот этот совет есть крошечными порциями он не работает никогда поэтому величину порции нужно оставить большой так как вы привыкли чтобы у вас ни в коем случае не появлялась вот это постоянное сосущее чувство голода 5 но ключ к похудению к любому похудению с любого веса это создать дефицит калорий только так и никак иначе при супер ожирении не может идти речи ни о каком интуитивном питании понимаете на нас это не работает ни о каком снижении до 1200 калорий и ниже ни о каких маленьких порциях размером с ладошку у нас совершенно другой путь похудения наш путь люди с супер ожирением могут худеть и на 1800 и на 2 и на 2500 все зависит от исходного веса поэтому мы должны есть большие привычные порции но самое главное но низкокалорийной еды той самой еды которую вы научитесь делать изменяя ваши любимые блюда понижая их калорийность я уже много раз говорила дорогие друзья что наш организм часто насылает на нас чувство голода когда он недополучает макро нутриентов микроэлементов витаминов то есть всего того что нужно для строительства клеток и поэтому организм вынужден давать нам сигнал чтобы потребовать от нас вот эти строительные компоненты поэтому дорогие друзья в каждый прием пищи обязательно нужно есть белок и причем не только животный белок но не забывайте про полезные растительные то есть чечевица соя фасоль горох есть рыбу лично я когда я на диете я всегда дополнительно принимаю поливитамины потому что когда рацион ограничен в любом случае вы не похудеете если вы не ограничить калорийность не уменьшите ее из этого топологически следует чем меньше вы едите тем меньше необходимых питательных веществ поступает ваш организм но это же совершенно естественно это разумно и поэтому я принимаю вот эти микроэлементы и витамины дополнительно чтобы организм их получал и не требовал у меня чтобы я давала им их с едой седьмой пункт ограничить некоторые виды продуктов как например хлеб полуфабрикаты применить и в питании закон паре то я по этому закону уже давно живу и я вам могу сказать что он хорошо действует закон паре то гласит что 20 процентов усилий примененных в нужное место дает 80 процентов результата и я живу вот по этому закону если 80 процентов вашего рациона будут составлять полезные низкокалорийные блюда а 20 процентов будет проскальзывать то что в более высокой калорийности то что вы любите то у вас будет прекрасное здоровье и при дефиците калорий вы будете прекрасно худеть у людей супер ожирением навряд ли получится раз она всегда отказаться от какой-то группы продуктов достаточно ограничить их то есть свести к минимуму но оставить в вашем рационе чтобы не было вот этого запретного слова нельзя и сильного стресса от запретов нужно изменить свои пищевые привычки то есть основную львиную долю есть полезных низкокалорийных вкусных продуктов и оставить немножечко продуктов для удовольствия восьмое необходимо постоянно следить за настроением и уровнем вашего стресс если попытаться скрутить себя в бараний рог убрать все ваши привычные вкусные любимые продукты те продукты которые всегда давали вам эндорфины то человек может упасть в глубокую депрессию и никаком похудении уже дальше речи вообще не это очень очень важно правильный похудейский настрой нужно создать комфортные условия для длительного похудения нужно видеть цель верить в себя но видеть препятствия которые нам предстоит преодолеть не слушать советы некомпетентных людей очень часто это наши близкие друзья и они дают нам эти советы от чистого сердца но эти советы вредные они неправильные не жрать маленькие порции это не для нас очень хорошо было бы постараться своим родным близким друзьям объяснить правила своей новой жизни вашу цель которую вы идете то есть ваше здоровье объяснить как вы теперь будете питаться что вы будете делать чтобы привлечь их на свою сторону сделать своей группой поддержки но конечно не у всех это получится найти поддержку в семье и для этого есть похудейские формы лично мне самой в 2006 году очень помог такой форум именно с этого времени началось мое триумфальное шествие к здоровью поддержка единомышленников дорогие друзья творит чудеса девятый пункт это физическая активность и опять здесь я оговорюсь это физическая активность для людей с супер ожирением она полностью отличается от обычной физической активности мы другие у нас другой вес другая нагрузка совершенно другое тело вот все мои прежние неудачные попытки похудеть были именно из-за того что я пыталась действовать по тем правилам и нормам которые на меня не распространялись вот все мои прежние попытки похудеть были обречены на провал потому что в те времена я полностью отвергала физическую активность у меня тогда была выученная беспомощность и я говорила и себе и окружающим помилуйте как же я смогу с моим весом я вешу 170 килограмм да для меня вообще героизм что я могу на кухню своими ногами дойти поесть какие уж тут зарядки и это была моя ошибка которую я осознала и исправила людям супер ожирением нагрузку надо подбирать строго индивидуально самочувствие наше напрямую зависит от того какая степень у нас ожирение носим мы на себе 10 20 килограмм или двух взрослых человек еще это зависит от типа фигуры как правило яблоки более подвижно и энергично и начинать физическую активность нужно обязательно постепенно лично я сначала немного все-таки похудела тогда и уже в весе 141 142 килограмма я впервые вышла на мою первую тренировку ходьбой знаете дорогие друзья это было царство боли и страха мне было страшно мне было неуютно некомфортно тяжело я задыхалась шла по маршруту вдоль остановок чтобы если что на лавочку присесть и первая моя тренировка была где-то 15 минут я когда вернулась чувствовала себя космонавтом который вышел в открытый космос и вернулся живым я ввела и другие физические упражнения например я делала 10 отжимания стену когда я об этом рассказывала многие люди презрительно хмыкали смеялись они не понимали что такое утяжеление что такое вес я думаю что эти люди сразу перестали бы смеяться если бы когда они приняли положение отжимания а пол им на спину посадить двух человек и вот тогда я бы посмотрела тогда бы я наверно посмеялась поэтому для таких людей супер ожирением как я отжимания стену это отличная нагрузка к тому же нам не нужны утяжелители мы сами себе утяжелители достаточно поднимать руки и ноги нам не нужно в них вкладывать гантели пока у нас большой вес потому что они так поднимают огромную тяжесть нужно делать велосипед лежа на диване аккуратно я делала по сто раз всего на всего по сто раз для меня дорогие друзья стало поистине гениальным и спасительным открытие что тренироваться ходьбой можно раз прекрасно по квартире и когда эта мысль меня осенила наконец я тут же этим и занялась у меня есть кстати видео на эту тему как ходить по квартире то есть ничего сложного здесь нет нужно выбрать маршрут допустим от самой дальней точки до другой самой дальней и ходить кругами сначала по 10-15 минут не спеша прибавлять по одной минуте в неделю допустим и организм очень быстро приспосабливается то есть сначала я ходила я даже сказала сначала я ползала по квартире потом стала ходить быстрее обязательно используйте музыку особенно ваша любимую ритмичную такую которая в ногу вам идет она вам сразу поднимет настроение сделать веселее ваши тренировки и она будет вас как бы подгонять вот этот ритм в ногу я сначала тренировалась без музыки а потом когда и это до меня дошло я подключила а плеер и моя ходьба сразу убыстрилась то есть это отличный способ от не баловство какое-нибудь и уже через небольшое время я ходила по часу представьте себе непрерывно по часу выше часа я уже времени ставила я не старалась уже этот час превзойти когда я наконец смогла ходить по часу я занялась скоростью то есть при этом же времени убыстряться и это было отлично я чувствовала себя с каждым днем все лучше и лучше и не забудьте дорогие друзья что вот это моя ходьба по квартире она проходила параллельно сбросу веса то есть я и тренировалась у меня тренировалась выносливость и вес падал то есть это в совокупности работала был синергичный эффект помимо этого я начала делать простую зарядку самую простую знаете которую мы в школе делали там какие-то разводы рук слабые наклоны но то что могла по чуть-чуть но регулярно главное это регулярность и дисциплина конечно дорогие друзья очень жаль что у нас стране нет бассейнов в шаговой доступности потому что людям супер ожирением конечно лучше всего тренироваться в воде там меньше нагрузка на суставы и позвоночник вот я смотрела передачу про доктора назардана и там все без исключения полные люди ходили в бассейн у них есть специальные пандусы куда эти люди въезжали на колясках специальные подъемные механизмы которые их поднимали на таких лямках вверх и сажали собственно в это кресло у нас конечно таких бассейнов нет таких приспособлений нет и честно говоря я думаю что человек в 200 300 килограмм и не пустят в бассейн а уж как у нас люди реагируют на таких вот больных и говорить нечего у нас иногда доходит до того что люди сначала худеют дома чтобы потом пойти в зал худеть чтобы избежать насмешек лишних самое главное физических упражнениях это ежедневное регулярное поступательное движение 10 и очень-очень важно это психологическая работа над сознанием самое важное при супер ожирении это поднять самооценку я очень много об этом говорю я смогла похудеть когда я все это поняла вы понимаете вот когда я все это поняла процесс пошел у меня много видео на эту тему и даже есть такой плейлист как поднять самооценку и я неоднократно периодически слышу что это видео ни к чему что они никакого отношения к похудению не имеют как справиться со стрессом как поднять самооценку то есть вы понимаете для простого человека это очень важно а уж для человека супер ожирением это просто необходимо очень важно поверить в свои силы еще очень важно убрать провоцирующие факторы или знаете такие запускающие кнопки которые называются по-научному триггеры простой пример человек хочет бросить курить но у него многолетняя привычка утром выпивать чашку кофе и брать сигарету значит если на время бросания курения этот человек перестанет по утрам пить чашку кофе а заменит допустим зеленым чаем то вот эту связку кофе сигареты он разорвет и ему будет легче бросить курить также происходит с похудением уберите например алкоголь потому что алкоголь идет всегда в связке с сытной едой и к тому же алкоголь повышает аппетит вот раньше дореволюционные врачи больным прописывали вино для повышения аппетита слабым больным которым нужно было больше есть а есть даже люди триггеры например ваша какая-нибудь подружка с которой вы привыкли встречаться где-нибудь в кафе и наедаться поэтому если вы на время похудения с ней будете общаться по телефону то вы разорвете вот эту связь очень хорошо ввести на это время полезные триггеры например режим дня режим дня это прекрасная вещь если вы идите по часам день за днем то вы не будете хотеть есть между приемами еды также дорогие друзья наш удел навеки вечные это вести пищевой дневник все что мы едим просчитывать и записывать и постоянно планировать на завтра что вы собираетесь есть что вы собираетесь приготовить и что естественно вам для этого нужно закупить я частенько слышу что дескать это пошло все время думать о еде думать нужно о высоком это еще раз подтверждает мой тезис о том что у людей супер ожирением свои правила обычные люди этого не понимают для нас с вами дорогие друзья постоянный подсчет калорий и постоянные записи того что мы съели это навсегда также как например глюкометр для диабетика представляет если диабетику такое сказать ты уже достал ты целыми днями меряешь глюкометром сахар надо думать о высоком а ведь ожирение дорогие друзья это точно такая же хроническая болезнь как например диабет или гипертония вот эта система дорогие друзья которую я вам сейчас описала та система которую я проверила на себе и именно та система которая привела лично меня к успеху она подходит не только для людей супер ожирением то есть я считаю ее полезной для всех единственное надо учесть что если у человека небольшой излишек веса то его порции не должны быть гигантскими а такими которым он привык но и разумеется у него будет выше физическая активность потому что он это может мои дорогие друзья никогда не стоит отчаиваться выход всегда есть даже из очень сложных ситуаций настраивайтесь на хороший долгий путь к вашей счастливой жизни к здоровью к стройности к веселью а главное к свободе делать что вы захотите поехать куда вы захотите верьте в себя и в свои силы в добрый путь и поверьте она того стоит а в конце как всегда моя любимая аффирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях пока